Получить ответы на волнующие вопросы, решить проблемы на месте. Встреча руководства Щелковского района с жителями микрорайона Заречный прошла в школе номер 2. Общение в таком формате, традиция, мероприятие уже 16 по счету. Каждый из вас, по этому причину, наверное, из-за того, что время может быть, не можете выводить и так далее, может прийти на прием к Алексею Васильевичу. Сейчас у вас будет возможность задать вопросы. Есть много проблем. Конечно же эти проблемы ставятся на линейку контроля, и после того, как мы их ставим на линейку контроля, больше всего из них решается. Есть проблемы, которые нуждаются в долговременном графике решения. То же ставим, ставим их на контроль и соответственно решаем. Готов тоже сегодня проинформировать, расскажем, как будут вопросы и выслушать. И совместно нашей командой и с местными депутатами, и с администрацией продолжат решать те вопросы, которые необходимо решать. И вопросов было немало. Правда, на этот раз, в отличие от предыдущих встреч, жители волновали проблемы более местного характера, преимущественно касающиеся темы жилищно-коммунального хозяйства. Так, жительница дома номер 6 по улице Талсинской обратилась с жалобой на удручающее состояние коммуникаций. По ее словам, дома более 40 лет, а капитального ремонта не производилось. Дополнительно, что горячая, что холодная вода, обращались и на горячую линию, и в ДЭС. Никакого вообще телодвижения не происходит. Мы дополнительно комиссионно его проверим, и если надо, по срокам передвинем на следующий год, потому что там можно передвинуть по очереди. С вопросом по теме капитального ремонта пришла и жительница дома номер 10 на улице Полевое. Правда, работы здесь уже начались, однако, по словам жительницы, их качество оставляет желать лучшего. Был выиграл тендер на август месяц ремонтировать полностью отопление ГВС, КВС, канализацию. Начали, конечно, день в день отопительного сезона. Я уже несколько раз была и в администрации, и на горячей линии. Я просто хочу вас помочь. Безобразно, ужасно делают. Сделали четыре подъезда, переваривали. Я каждый раз после работы лезу в подвал и проверяю. Мне сделают, как я плят, возьму наличный контроль, обязательно через субботу приеду. Несмотря на локальный характер вопросов, районные власти смогли дать на все исчерпывающие ответы. Также на злобу дня и тема дорог, а вернее, ремонта дорожного покрытия. Подрядная организация, ведущая работы в Щелкове, выполняет их с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм. Асфальт кладется прямиком в кашу из снега и грязи. Вот стоят специалисты по дороге. Они ни один акт не подпишут в дефектовке, которая позволит не заплатить деньги за эти работы и требовать ремонта в тот период, когда уже сойдет снег. Правильно, Алексей Лизович? То есть ситуация не перенагает. Выполненных работ подписанной компании не будет. Помимо этого поднимались такие темы, как двойные платежки, ликвидация второй смены в общеобразовательных учреждениях, строительство школы в микрорайоне Солнечной, установка детских площадок, благоустройство территории. В целом, встреча прошла эффективно, несмотря на то, что подготовленная группа жителей, которая не раз уже посещала такие мероприятия, пыталась внести деструктив и помешать диалогу. Нужны такие встречи, но они должны проходить в нормальной обстановке, а не так, как сегодня был бардак. Я считаю, что это плохо. Должны спокойно задаваться, должны вопросы по существу. Дарья Заснегова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».